Здравствуйте! Вы смотрите М2ТВ.ру, самый полезный онлайн-телевидение о недвижимости. В эфире консультация юриста. С вами в студии Ольга Москвина и Борис Малютин. А тема нашей сегодняшней передачи – материнский капитал и покупка жилья, инструкция по применению. И сегодня у нас в гостях Анна Борисова, руководитель департамента ипотечного кредитования семейства компании «Каскад Фэмили». Здравствуйте, Анна! Добрый день! Добрый день! Анна Борисова, руководитель департамента ипотечного кредитования семейства компании «Каскад Фэмили». Окончила Институт управления и права по специальности финансы и кредит. Карьеру начинала с должности менеджера по работе с клиентами. Более шести лет занимает руководящие должности. В недвижимости с 2005 года. Давайте для начала определим, о чем мы вообще сегодня разговариваем. Что такое материнский капитал? Материнский капитал – это некая сумма денег, которую нельзя ни пощупать, ни потрогать, которая положена родителям при рождении второго ребенка. Кто предоставляет эти деньги? Предоставляет государству, но руками осуществляет пенсионный фонд. А вы сказали родителям. То есть это не совсем материнский, он и для папы, и для мамы? И для папы, и для мамы. При этом, если мы говорим о покупке недвижимости, она может быть оформлена и на папу. Потому что мама не всегда работает, мама может быть домохозяйкой и не получать никаких доходов. В этом случае нам достаточно тяжело. И учитывать как основным заемщиком сделки, мы оформляем данную сделку на папу, на ее супруга, но при этом материнский капитал в виде материнского сертификата может быть реализован. То есть это некая, условно говоря, виртуальная сумма денег, которую государство выплачивает родителям, как бы семье на ребенка, за то, что вот там ребенок появился. Совершенно верно. Целью этого сертификата может быть разной. Там есть варианты, как это можно использовать, но мы будем говорить о покупке недвижимости. Да. Анна, а какую, собственно, сумму составляет на сегодняшний день, на 2016 год материнский капитал? Это для всех очень позитивное событие, потому что многие прогнозировали то, что его совершенно не будет, отменят, не продлят, уменьшат. Произошла радостная новость. Его индексировали, его увеличили. Теперь сумма материнского капитала составляет 475 тысяч рублей. А была? Города Москвы. Была. Она постоянно индексировалась. Последняя сделка, которую я проводила, там участвовала сумма 445 тысяч. То есть где-то процентов на день, там чуть меньше 10 прибавилось. Совершенно верно. Анна, ну, насколько я понимаю, капитал-то материнский, но не каждая мать может его получить, иметь на него право. Да? При каких условиях человек может претендовать на эти деньги? При рождении второго ребенка. А если, например, женщина родила второго ребенка, но не задумывалась на тот момент о том, что она имеет такое право, и вот она родила уже третьего, и тут вспомнила. Она может пойти? Может, да. И должна пойти, и воспользоваться, и запустить этот ресурс в пользу. А если, допустим, второй ребенок родился, прошло какое-то время, там лет 5, например, и после этого она решила покупать жилье, она может вот через 5 лет после рождения ребенка вступить в программу? Может, совершенно спокойно, и не надо ничего бояться. Единственное, что информацию достаточно тяжело получить, компетентную, опять же, да. Основную информацию, которую необходимо получить, надо обращаться в орган пенсионного фонда в свой районный. Там есть для этого отдельные специалисты, которые подробно расскажут, как это оформить правильно, какие для этого нужны правильные документы. Также, на что его можно запустить. Если мы говорим о недвижимости, то его можно будет запустить как в первоначальный взнос при покупке недвижимости в ипотеку, так и в погашении частично досрочного задолженности. А можно не в ипотеку вложить эти деньги, а если у человека есть определенная сумма, не хватает как раз этой, допустим, сразу заплатить за объект? Можно, да. Если сделать правильный расчет, и эту сумму можно использовать, но есть один нюанс. И этот нюанс далеко не всем застройщикам нравится, нам тоже в том числе. связан он с тем, что в сделку, в процесс ее, получается, вникает некая сторона, третья, это пенсионный фонд, который нами никак не контролируется, не регулируется. То есть мы должны принять некий транш денег от пенсионного фонда. Мы как-то это должны учесть в договоре для его участия в строительстве. И мы не понимаем, через какое время мы получим эти деньги. Если это через три месяца, это никого не устроит. Пенсионный фонд, он как бы перечисляет деньги только после того, когда договор будет зарегистрирован. То есть как мы можем допустить, чтобы договор прошел регистрацию, а деньги по нему мы получили через два-три месяца. Поэтому мы чаще всего предлагаем своим клиентам схему более простую, более удобную. мы делаем небольшую ипотеку на эту сумму, рассчитываем ее и получаем денежки все раньше. У клиента какой плюс? Он заключает в том, что, во-первых, можно выбрать квартиру, там любую абсолютно, зафиксировать цену, заключить основной договор для его участия на эту квартиру. А потом уже, взяв небольшую часть ипотеки, потом после того, когда документы будут зарегистрированы, обратиться в свой ближайший пенсионный фонд, который на основании представленных документов направит деньги материнского капитала на погашение задолженности в банке. Таким образом эти сделки проходят. А почему этим занимается именно пенсионный фонд? Это из пенсионных накоплений как-то складываются суммы? Это никакого отношения к пенсионным накоплениям не имеет. Так распорядилось наше государство. Понятно, просто отдали им. А я правильно понимаю, что речь идет именно о государственном пенсионном фонде, а не каких-то других? Да, совершенно верно. Государственный пенсионный фонд. У меня еще один вопрос, немножко не про квартиру. А можно использовать материнский капитал, например, на строительство дома? Сложно. Можно, но очень сложно, потому что есть ряд требований. Когда это новостройка, там все понятно. То есть, ну, есть 214-й закон, и пенсионный фонд, он четко говорит, что вы можете купить это, это, это и вот это. Когда они говорят о новостройке, у них там требования минимум. Должен быть 214-й ФЗ. Их не волнует, на каком это этапе строительства. Хоть на нулевом, хоть на этапе ввода дома в эксплуатацию. То есть, разницы нет. Когда мы говорим о собственном доме, там вопросов масса. Сколько километров от МКАД? Категория назначения земель. Как оформлена земля? Как будет оформлен дом? Сколько у него собственников? Имеется в виду дом, строительство дома? Или имеется в виду дом, который уже построен? В чьей он собственности? От физического лица. Вопросов масса. Требования толком никто не знает. И такие сделки практически не проходят. Когда Вы упомянули 214-й закон, я правильно услышал, что если новостройка строится не по 214-му закону, то с материнским капиталом возникнут сложности? Да, совершенно верно. Потому что 214-й закон, он для того и существует, чтобы снять большую долю рисков со всех сторон сделки. Это и регламентирование строков строительства, это права и обязанности не только тех, кто приобретает данные квартиры, но и самих застройщиков. Это жесткий контроль Минстроя, Минфина. Когда это другие какие-то схемы, они бесконтрольные. Если это ЖСК, то здесь физическое лицо само отвечает за ход строительства. Анна, в одной из предыдущих передач мы обсуждали с Вами военную ипотеку. И Вы упоминали, что застройщики обычно предлагают, необычно, периодически предлагают какие-то интересные продукты военным, именно под военную ипотеку, дополнительные скидки, какие-то приятные бонусы. А работает ли что-то подобное в отношении покупателей с материнским капиталом? Бывают ли специальные программы, бонусы? К сожалению, нет. Потребности даже такой не было. Мы как бы предлагаем скидки таким клиентам, но они такие же, как и для всех. Потому что вид сделок никак не отличается, если только материнский капитал не используется в первоначальный взнос. Эти сделки, нам иногда даже, сами клиенты не всегда говорят, что они хотят запустить материнский капитал в счет частично досрочного погашения задолженности. Мы иногда об этом вообще не знаем. А, то есть они просто сами этим занимаются? Классическая сделка, да. То есть правильно я понимаю, что потом они просто этот вопрос с банком закрывают, когда закрывают опотеку? С пенсионным фондом и с банком, да. То есть эти взаимоотношения приходят на их сторону. А на каком этапе родители, в принципе, могут воспользоваться этими деньгами, материнским капиталом? Потому что, насколько я в курсе, он выделяется родителям не сразу после рождения второго ребенка, а спустя какое-то время они могут эти деньги направить на строительство, покупку жилья. Я честно отвечу, есть с этим путаница. Я пока не нашла ни одного официального документа, где можно было бы увидеть возраст четкий ребенка, при котором можно пойти и получить сам документ, да, и рассчитывать на него. По практике могу сказать, что через нас проходили сделки как при возрасте ребенка, не достигая одного года, так и была одна сделка, которую нам пришлось отменить на ее полном ходу после одобрения уже клиента, потому что его пенсионный фонд заявил о том, именно районный пенсионный фонд, его специалисты заявили о том, что необходимо дождаться возраста ребенка трех лет. Поэтому я считаю, что это все-таки надо уточнять отдельно и много зависит от уровня компетенции тех специалистов, которые работают в данном конкретном пенсионном фонде, потому что, что бы мы ни говорили, как бы мы не хотели помочь своему клиенту, все равно ему придется туда идти. То есть прежде чем решаться на сделку с использованием материнского капитала, необходимо обратиться в свой пенсионный фонд, проконсультироваться. А какой-то документ от них можно получить, который подтвердит ваши права? Или... Права клиента вы, наверное, знаете? Да, ну да. Нет, они никаких документов не предоставляют, это на уровне консультации. Просто в следующий раз, когда эти деньги уже непосредственно понадобятся, там может оказаться другой специалист. Может такое быть, не все от нас зависит, и если в стороне участвует некий государственный орган, и его там акты какие-то внутренние, все сотрудники читают по-разному, мы на это никак не повлияем, к сожалению. Ясно. Анна, расскажите, пожалуйста, для наших зрителей, из каких пунктов, шагов состоит путь к получению материнского капитала? Что нужно сделать? Куда надо обратиться, написать заявку, сходить и так далее? Только мы, наверное, разделим путь к получению сертификата и путь к получению, ну, как реализации материнского капитала. Вот если мы говорим о пути получения сертификата, самого документа, то путь простой. Идем в пенсионный фонд, переписываем список документов, а еще лучше получаем консультацию и под ручку, и с диктофоном записываем, что от вас потребуется, как от родителя, какие документы, что нужно предоставить, какие документы еще нужно там дополнительно заполнить, для того, чтобы вам предоставили сам сертификат, бумагу. Дальше он у вас находится уже на руках, после того, как вам его выдали, он именной, встает вопрос, когда, куда его реализовывать. Вот когда этот вопрос будет закончен, уже закрыт, и будет принято решение, либо, ну, чаще всего, он направляет на образование, на будущее, хотя, ну, как бы, принимают решение, и я ни разу еще пока не видела, чтобы его именно реализовали. Мне кажется, это такой далекий вопрос образования. Это далекий вопрос, но решения такие родители принимают. То есть мы будем это использовать на образование в будущем своих детей. Потому что если детей двое, то тебе нужно будет обоих обеспечить образованием. И далеко не все семьи обладают финансовыми возможностями, если они хотят обоих детей обеспечить хорошим образованием. Не все обладают уверенностью, что в будущем там будет все, что нужно для того, чтобы поступить в ВУЗ бесплатно, в выбранный ВУЗ. Поэтому перестраховываются. Решения такие на сегодняшний день, я знаю, принимаются, встречались на практике. Ну, кроме того, не все, наверное, располагают необходимые суммы, которые нужно добавить при желании приобрести недвижимость с использованием материнского капитала. Если мы говорим, что семья принимает решение, что запустит эти денежки в пользу приобретения недвижимости, то здесь путь простой. Выбираем недвижимость, абсолютно любую, главное, в рамках 214-го закона и в рамках своего бюджета. Недостающая сумма может быть сумма материнского капитала. Все. Еще есть второй путь по использованию материнского капитала, как первоначальный взнос. Вот здесь начинается самое интересное, потому что как его использовать в частично досрочное погашение, тут консультация специалистов не нужна, тут как бы легко. А вот как его использовать в первоначальный взнос, когда ты видишь, допустим, тебе нравится объект, тебе нравится квартира, кредитную нагрузку, ты потянешь, допустим, да, и она будет тебе комфортна, даже с учетом того, что там, допустим, супруга не работает, двое детей. Ну, вот у нас, например, есть такое вот жилье, которое мы можем предложить при низких платежах, там акции определенные проходят, ипотечные, и платежи могут быть там не выше 20 тысяч рублей, там 17, 18, там 20. Очень комфортно. Но встает вопрос первоначальный взнос, где ты его возьмешь. Это немаленькие суммы денег, пока ты их найдешь, пока ты их накопишь, уже недвижимость столько стоить не будет, если мы говорим о новостройках. И падать пока она не собирается, чтобы там не прогнозировалось. Поэтому, если есть возможность использовать материнский капитал, тем более, вы индексировали, надо все посчитать, возможно, чуть-чуть добавить. На сегодняшний день средний там взнос первоначальный это 20% от стоимости объекта. Есть программа, когда 15% первоначальный взнос, там просто ставки повыше. Поэтому надо все посчитать, посмотреть, недвижимость в любом случае растет, это вложение будет очень хорошее, если застройщик надежный, строят в рамках 214-го закона, есть аккредитация крупнейших банков, партнеров, аккредитация ЖК и военной ипотеки, это показатели надежности, абсолютно точно. И такую недвижимость можно более спокойно выбирать, чем такую недвижимость, где таких программ нет. Можно все подбить, подсчитать и использовать материнский капитал в первоначальный взнос. Но проблема заключается в том, что далеко не все застройщики, их специалисты умеют это реализовывать. Это не все банки, во-первых, рассматривают и примут материнский капитал в первоначальный взнос. Их вот у нас в портфеле наших банков-партнеров всего два. Это Сбербанк и это Транскапиталбанк. То, что заявлено в других банках, мы попробовали, на практике не работает. То есть это рабочая программа, мы такие сделки проводим, они очень тяжелые, потому что такого уровня сделки проводятся через отдельный кредитный комитет этих банков. Это срок на рассмотрение далеко не 2-3 дня, это что-то там надо и не месяц, получается, ну, две недели, месяц в среднем. Это уже сроки, мы держим квартиру по старой цене. Плюс еще потом выход на сделку. То есть самое тяжелое, это получить одобрение, сопроводить эту сделку не так сложно. Ну, вот на данном этапе необходимо обращать внимание на то, как вам отвечают на ваши вопросы те специалисты, с которыми вы будете консультироваться. Если это уверенно, если вам расписывают четко всю схему, если вам четко говорят, как и в каком банке это будет происходить, то абсолютно точно с этим застройщиком можно иметь дело, и вы сможете реализовать свой материнский капитал в качестве первоначального взноса. Если специалист после того вопроса, могу ли я это использовать в первоначальный взнос, начинает водить глазами влево, вправо сомневаться в своем ответе, уговаривать вас это запустить в первоначальное взнос, в частичное, прошу прощения, досрочное погашение, все, вы там у этого застройщика не реализуете эту возможность. То есть фактически вы потратите время, а как бы все закончится тем, что сделка не состоится. А что вам придется бегать и искать деньги. Да. То есть критерием определения возможности использования материнского капитала с застройщиками является четкая, уверенная позиция специалиста, который знает, что его компания уже такие сделки проводит, и это, условно говоря, протоптана дорожка в банк, и все это дело существует. Не только это, и еще возможность застройщика ждать. Не у всех есть такая возможность. А, ждать реализации вот этой вот процедуры. Некоторые застройщики понимают схему, и понимая эту схему, понимая эти сроки, говорят, нет, мы с этим работать не будем. Просто это их позиция, потому что там есть некие требования бизнеса. Есть более приоритетные покупатели, которые могут выложить деньги. Здесь и сейчас, в ту же самую классическую ипотеку, сделки сейчас проходят очень быстро. Анна, есть какие-то ограничения для родителей в плане возраста, еще каких-то моментов, позволяющие, не позволяющие получить материнский капитал? Помимо того, что должно быть два ребенка. Нет. Нет, никаких ограничений. Воспользоваться можно в любое время, в любом возрасте. Поэтому, если у вас такая возможность есть, вы о ней забыли или не знаете, можете заняться этим вопросом прямо сейчас. Пока недвижимость не выросла. Если второй ребенок усыновлен, это дает право на получение материнского капитала? Дает право на получение материнского капитала. Если двое детей, но воспитывает их отец, нет матери, он может получить материнский капитал на себя? Если все его документы в порядке, да, может. А что значит в порядке? Вот я отец, и какие документы мне нужны? Ну, вопрос, где супруга? Почему не она этим? На самом деле, любой из родителей может реализовать эту возможность. Опять же, вопрос к тем специалистам, которые будут работать в данном конкретном пенсионном фонде. Кто-то с легкостью все пропустит, никаких лишних вопросов не задаст. Вы родитель. Все, вот свидетельство о рождении моего ребенка, вот я тут папа. Кто-то может запросить так, а что супруга, а почему не на нее, там, о свидетельстве, там, о смерти, или о разводе, или, там, отчуждения родительских прав. То есть, ну, все от людей зависит. Если несовершеннолетние дети остаются без родителей, они могут как-то на себя получить материнский капитал, если не была реализована эта возможность? Нет. А на опекунов? На опекунов, да, конечно. Если опекун принял на себя родительские права, опять же, все документы правильным образом оформил, в этом случае он сможет реализовать материнский капитал. Анна, существуют какие-то типичные ошибки, которые совершают люди при попытке реализовать свое право на материнский капитал, приобрести с его помощью недвижимость? Первая ошибка, которую я вижу, это низкий уровень компетенции некоторых специалистов, нехватка информации, даже я бы сказала, наверное, низкий уровень компетенции, а нехватка информации о том, как и каким образом проводить ипотечные сделки с участием материнского капитала в первоначальный взнос. Надо знать схему, надо в это вникать, это долго, но когда ты вникнешь и там один-два раза такую сделку проведешь, сложности никакой нет. Это раз. И вторая, вот где я вижу и беспокоюсь очень всегда за этот момент, когда ипотека выдана, кредитная нагрузка наступила, люди почему-то тянут с походом в пенсионный фонд, не всегда понимают, что не сразу пенсионный фонд после предоставления всех документов переведет эти деньги, это все равно там месяца два пройдет, то есть они переплачивают эти денежки. Могли бы, допустим, быстрее обратиться, но если они спешат и обращаются прямо сразу после сделки, то через два месяца их задолженность погашается либо частично, либо полностью, смотря как мы использовали этот капитал. Вот некоторые тянут, переплачивают. Ну, то есть рекомендация ваша, поскольку это такие реальные деньги, хоть они отчасти виртуальные, как только у вас возникла такая возможность все эти деньги использовать в качестве погашения частично или полностью ипотеку, дабы это сократить вот как раз ту самую нагрузку кредитную, которая всегда существует и процент начисляется все-таки на сумму остатка долга. Сертификат виртуальный, а кредитная нагрузка совсем не виртуальная. И уважаемые клиенты, пожалуйста, кто воспользовался данным видом продукта и пока еще не дошел до пенсионного фонда в силу своих нехватки времени или немножко недопонимания, посмотрите в свой график платежей, который вам выдал банк и посмотрите какие у вас в банк идут отчисления. Там, где столбец тела кредита это то, что идет в погашение задолженности, это ваши деньги, а то, что проценты это вы дарите банку и суммы там очень маленькие, поверьте. Чем быстрее, тем лучше. используете материнский капитал, то вот эта вторая колонка она вводит значительно ниже. Либо полностью закроется, либо пересчитается и будет ниже, конечно. В зависимости от суммы. Правильно я понимаю, что материнский капитал можно один раз только получить? То есть, это работает либо с вторым, третьим ребенком, когда родители вспомнят о том, что у них есть такая возможность, а последующие дети уже никаких дополнительных финансовых вливаний не означают? Совершенно верно, один раз можно использовать. Единственное, я вот встречала в своей практике, мало что об этом знаю, но хочу об этом сказать. Когда вы живете в Московской области, то помимо материнского капитала, который положен нашим правительством, в размере 475 тысяч рублей на сегодняшний день, от Московской области, от некоторых городов тоже может быть предоставлена дополнительная сумма и на моей практике это было где-то 130 тысяч вот так. Хорошие деньги. Хорошие деньги. Надо уточнять просто по месту жительства своих муниципалитетов. Совершенно верно. Просто побольше узнавать об этом информации, начать с интернета, сделать поход в пенсионный фонд, который там находится, муниципалитет, пообщаться и выяснить, как это можно получить дополнительно открытой такой оперативной информацией я вот пока не владею. Поскольку мы транслируемся в интернете, не исключено, что нас будут смотреть люди из других регионов, там совсем другая история, какие-то другие суммы и где их узнавать? Через меня проходили региональные сделки, где был использован материнский капитал в том же самом размере, в котором он был и в нашем регионе. То есть вот эти 475 тысяч рублей, они едины для всех регионов России? Да. Хороший шанс для тех наших зрителей, которые проживают в не таких крупных городах, как Москва. Пожалуй, с такой суммой гораздо проще приобрести недвижимость. Да, идея недвижимость не такая дорогая. Да. Анна, спасибо вам огромное за эту беседу. Напоследок прошу вас традиционно какой-то совет для наших зрителей, тех, кто еще не успел воспользоваться материнским капиталом, кому это предстоит, пожалуйста. Уважаемые клиенты, те, кто занялся этим вопросом, примите для себя решение, куда вы его хотите запустить. Не оставляйте так просто его в спящем режиме, этот материнский капитал. Его надо использовать и это хорошее вложение, если вы его используете в покупку недвижимости. Не слушайте всех, кто прогнозирует спад цен, его не будет на рынке новостроек, поэтому чем дольше вы будете ждать, тем будет дороже стоить та недвижимость, которую бы вы могли купить сегодня намного дешевле. Спасибо вам. Спасибо большое. Напоминаю, что вы смотрели консультацию юриста и беседовали мы о покупке жилья с привлечением материнского капитала. И сегодня у нас в гостях была Анна Борисова, руководитель департамента ипотечного кредитования семейства компаний Каскад Фемитри. Задавайте вопросы в комментариях и подписывайтесь на свежие выпуски. А с вами была Ольга Москвина и Борис Малютин. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин